Полевской завод по производству керамогранита. Сегодня здесь запущена новая высокотехнологичная линия. Это полностью автоматизированное оборудование, позволяющее снизить себестоимость продукции и повысить ее качество, расширить ассортимент. Это стало возможно благодаря участию предприятия в проекте Фонда развития промышленности Российской Федерации. Компания получила финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 430 миллионов рублей. Линии по производству керамогранита – это очень дорогостоящие линии. И, конечно, построить здание, где потом эту линию монтируют, и закупить саму линию – это огромные деньги. Поэтому самому заводу, который ведет и текущую деятельность, и еще расширять свое производство за счет реконструкции или становление новых линий – это очень непросто самому. Поэтому государственная поддержка здесь крайне важна. Сегодня на предприятие приехал министр промышленности и науки Свергловской области Сергей Пересторонин. Сергей Валентинович решил лично увидеть, как используются федеральные средства. Надо отдать должное техническому персоналу, руководству данного предприятия, что они смотрят на два-три шага вперед в отношении других компаний, кто занимается изготовлением схожей продукции. Качество у них уже выше европейского. И, самое главное, они максимально используют местное сырье и местные рабочие руки. Напомним, губернатор Свергловской области Евгений Куевышев призвал максимально обеспечить подготовку 32-х Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге силами уральских компаний. И Пиастрела одна из них. Здесь присутствуют представители крупнейших компаний, кто является застройщиками объектов универсиады. И они непосредственно будут использовать в большей степени продукцию данного предприятия на изготовление этих объектов. Работы очень много, объемы будут очень большие. Это 2022-2023 год будет максимально загружено это предприятие вот этими объектами. Продукция, производимая на новой линии, соответствует всем европейским стандартам и по качеству не отличается от аналогов итальянских и испанских производителей. Автоматизация производства, обеспеченное новым оборудованием, позволила упразднить низкоквалифицированные рабочие места и создать новые. Компания Пиастрела это порядка 300 рабочих мест с запуском новой линии. Это порядка плюсом 120 еще мест. Поэтому это счастливые поливчане, это занятые поливчане, это конкурентоспособный уровень заработной платы, которую предприятие демонстрирует порядка 43 тысяч рублей. Из этого всего складывается именно социальный эффект присутствия предприятия на территории нашего города. Новые рабочие места высокотехнологичны. Чаще это программирование установок и машин. Вот, к примеру, сейчас мы видим, как идет погрузка готовой продукции. Это делает робот. А еще брак и некондицию в продукции сейчас также определяет чудо-прибор. Убирается человеческий фактор. Если вы потом заметите скорость, который прохозление плитки на этой сортировке, достаточно большая, ну реально человек, каждые два часа надо его менять, и то прямо глаза начинаются. А тут машина. Машина не ущипается. Машина, она четко видит все, там все через камеры. И поэтому, конечно, качество. И мы заметили, когда мы их запустили, первый квартал мы запустили их, мы реально заметили разницу. Новая линия запущена на базе действующих мощностей завода. С внедрением наилучших доступных технологий. Ее производительность составляет 2,5 миллиона квадратных метров плитки в год. В итоге общая мощность предприятия выросла до 6,5 миллионов квадратных метров продукции. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.